Третья очередь мясоперерабатывающего завода «Промагра» в активной стадии строительства. Мощность цеха глубокой переработки свинины составит 240 голов в час. Высокотехнологичное подразделение объединит самое современное оборудование и европейские тенденции. Для этого «Промагра» отправила специалистов в Германию изучать опыт работы предприятий по мясопереработке международной группы компаний «Денниш Крау». Предприятия очень высокотехнологичные, по производительности очень похожие на наше будущее предприятие. Изучали методы и способы обвалки и жиловки, методы и способы упаковки, логистические системы, как работает оборудование, какие есть современные технологические приемы. Методы и способы разделки мяса во всем мире не меняются уже десятки лет. Разница в нюансах. На европейских предприятиях труд обвальщиков и жиловщиков стараются максимально облегчить. На помощь приходят машины и умные инструменты. Например, разделка полностью автоматическими пилами или, допустим, использование кольцевых ножей на разных этапах обвалки. Использование ручных пил для удаления хребтов или ручного механизма для удаления лопаточных костей, тазобедренных костей. Раньше все это делали люди. Теперь это делают люди с помощью механизмов. Тем самым облегчая себе труд, повышая производительность. Мы тоже на нашем предприятии это все внедрим. Также промагровцы посетили международную профессиональную выставку в сфере животноводства Евротер в Ганновере. Каждый год, наверное, каждые полгода идет изменение. Внедряются какие-то новинки. И современные мощные предприятия, они отслеживают современные тенденции. Появляются новые элементы оборудования. Появляются новые системы подготовки сырья. Появляются новые установки по упаковке мясопродуктов. Новинки взяты на вооружении. Цех глубокой переработки свинины значительно расширит ассортимент. Если оценить ассортимент нашего цеха по глубокой разделке, то основное направление – это крупный потребительский кусок до 70% от общего выхода полуфабрикатов мы будем производить. 15-20% – это будут мелкокусковые полуфабрикаты, в том числе и в маринаде. И 10-15% – это будут фарши, купаты, колбаски. А пока на объекте идут общестроительные работы. Ежедневно здесь трудится около 100 человек. Задействовано 20 единиц техники – самосвалы, автокраны, погрузчики и катки. Следующий этап строительства – холодильные камеры, монтаж панелей, потолков и освещение. Сейчас идёт заливка полов. Они здесь особенные. До 1 июня все строительные работы должны быть завершены, после чего уже начнётся монтаж и настройка оборудования.